Господь Жакки Лошелли, господин Слуцкий вдохновил меня на выступление. Я полностью согласен с господином Слуцким, когда он говорит, что наступил момент истины для парламентской ассамблеи. Действительно, наступил момент истины. Господин Бек правильно отмечает, что речь идет не о Грузии и Украине, а о Совете Европы. Голосование, которое здесь пройдет, касается тех любимых нами слов, о которых мы часто повторяем. Сегодня в ходе голосования мы покажем, сохранились ли здесь ценности или они остаются на бумаге. За последние три дня я постоянно слышу слова о необходимости солидарности. Мы знаем, мы сожалеем, мы понимаем ощущения или чувства грузин и украинцев. Извините меня, уважаемые коллеги, это не просто грузины и украинцы, это вся Европа. Это каждая европейская страна, представьте, которые сидят здесь, в этом зале. Именно об этом мы говорим. Мы говорим об агрессии в центре Европы. Мы говорим об ободировках, которые падают, о бомбах, которые падают в центры Европы, а не о чувствах грузин или украинцев. Речь идет о всех нас, о всем, что происходит в Европе, независимо от того, на каком расстоянии вы находитесь от Мариуполя, от Схенвали, Сухуми или других городов, которые оккупированы Российской Федерацией. К сожалению, в ходе нынешней дискуссии мы продолжаем слышать сомнения, слышим вопросы, касающиеся возможности диалога. Дверь до диалога была открыта 9 месяцев. Я еще раз подчеркиваю, что мы говорили об этом неоднократно. Диалог предлагался России в течение каждого дня, каждого утреннего и вечернего заседаний, начиная с апреля прошлого года. Но они приняли решение удалиться и не быть частью этого диалога. Сегодня я слышу о том, что нужно сохранить их здесь. Да, мы тоже, Грузии, хотим оставаться здесь. Но для того, чтобы быть здесь, мы видим, мы необходимо сначала очистить наши границы от российского присутствия. Это касается всех нас. Либо мы с этим согласимся, либо не согласимся. Сегодняшнее голосование станет на этот вопрос ответом. Хотим ли мы, чтобы россияне были здесь, или чтобы все присутствующие здесь, и грузины, и украинцы, были здесь, где должен проходить этот диалог? Это очень серьезный вопрос. Вчера речь шла о Грузии и Украине. Это, возможно, было далеко от этих дверей. Завтра это может быть Латвия, Эстония, Литва. Затем Польша. И мы уже недалеко от того момента, когда может снова опуститься железный занавес. Хочу еще раз сказать. Если вы сегодня заявите «нет» на предложение о санкциях, будет означать принесение извинений Российской Федерации за все, что мы делали в их отношении начиная с апреля. Вот что мы сегодня слышим. Я решительно призываю вас этого не делать и не давать зеленые карты на новые акты оккупации и вторжений. Госпожа председатель, смогу ли я сравниться с этим эмоциональным выступлением? Оратор призвал нас к решительному поиску выхода из ситуации. Докладчик, я думаю, опирается на иллюзию, которая видна в пункте 13, где говорится о том, что Дума сейчас собирается вступить в конструктивный диалог с Ассамблеей. Где свидетельства этому? Нам говорят, что нам разрешат посетить тюрьму, а не парламент. Станет ли Надежда Савченко какой-то разменной картой в этой игре? Вообще она не должна была бы находиться в тюрьме. Начинаем с этого. Она имеет парламентский иммунитет. Нам сказали, что делегация может посетить Крым. А что они там найдут? Ключевым является факт аннексии Крыма, вопреки всем международным нормам. Сможет ли какая-либо делегация увидеть то, что мы должны увидеть, а именно полный контроль России над Крымом? Некоторые говорят о том, что сегодня голосование приобретает ключевое символическое значение. Как будто нам следует отказаться от голосования за запрет в отношении российской делегации. В этом случае откроются все двери. И президент Путин, ожидающий с нетерпением результатов дискуссии, скажет, ну теперь можно идти на компромиссы. Мы все верим в диалог. Диалог это суть существования нашей парламентской ассамблеи. Но диалог возможен только если есть готовность заниматься серьезным диалогом. И если наши российские коллеги хотят диалога, они могут приступить к диалогу сейчас, они находятся здесь. Здесь мы в серьезной дискуссии, и они предпочитали бойкотировать ассамблею. Если хотят диалога, давайте дадим им эту возможность. Вопрос о санкциях. Зачем их применять? Во-первых, потому что в Крыму мы видим усилия России по дестабилизации и восточной Украине. Мы видим танки. Это не какие-то товары. Произошли ли какие-либо изменения за период после принятия санкции? Никаких. Я прозваю коллег ознакомиться с речью Путина, в котором бросил нам всем вызов, обращаясь к стороне в декабре. Что мы должны делать в этих условиях? Почему мы должны идти на уступки? Россия должна идти на уступки. Разумеется, мы ожидаем уступок и от украинского правительства. Какие сигналы мы пошлем, если мы начнем разбавлять санкции и заявим Россию, что она будет иметь право голоса, невзирая на то, что она делала на других форумах. Если мы смягчим позицию отношений России, наша репутация от этого лишь пострадает, и это будет неправильным сигналом. Очень неправильным. Я считаю, необходимо сохранить статус-кво. Благодарю вас.